В эфире на Вести FM 103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие друзья, в студии Мара Багирова. Кого-то одарили пустынями, равнинами и океанами, а нас – горами, равнинами и морем вместе. Насколько же мы ценим этот дар божественный? Спрашивает своих друзей и знакомых известный общественный деятель, доцент кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов Магомед Абдулхабиров. Он – мой гость этой недели. Ну, Магомед Абдулхабирович, вы такой человек многогранный, общественный деятель и политический, и журналист. Вы даже народным журналистом получали статус, да, народного журналиста? Не знаю, народного журналист я не получил, значит, это предстоит, да. А, так предстоит. Я член Союза журналистов Дагестана и России. А еще член Всемирной ассоциации врачей-писателей. А Дагестан без сирот вы уже там не участвуете? Нет, я помогаю, но официально само руководство, уже… Ну, еще не заместитель уже, да? Нет, уже, да, организовал, провел, но все равно я продолжаю оказывать эту помощь, конечно, продолжаю меру свой сил. Раньше-то, конечно, я был достаточно состоятельным человеком, когда я ездил в Сирию, мне платили, и в Москве почти в четырех работах работал, а сейчас оптимизация немножко. Ну, вот в четырех работах, вот я вам говорила, что мы к вам в больницу просто познакомиться приходили к московским дагестанцам. Ага. Вы работали в двадцатой городской, а сейчас вы работаете в институте. Кстати, в больнице остаюсь… А, вы и там работаете, и в университете другое народное. Да, ну, это наша база, да. А остальные, вот, медучилище у меня было, в двенадцатой больнице было, там, как и так вот, отпало, отпало. Ну, ничего. Ну, мне просто интересно, вот так вот успевать все, это нужно планировать или идет как-то самотеком, или это все у вас в голове? Нет. Вот как вы свою жизнь планируете? Это все у вас осознанно происходит или как-то вот экстремптом может быть? Интересный вопрос. Я вообще-то стал недавно задумываться. Оказалось, все-таки я человек настроеннее во внешний мир, вот, то есть всю жизнь как бы помогаю другим, реагирую на происходящее, не остаюсь равнодушным и наивнее в том отношении, что казалось, что я что-то изменю, улучшу, но оказалось, что это, конечно, немножко надежда юноши такой, да. У меня даже нет инстанций, куда я писал, и президентом Америки, и России, и ЦК партии, и село, район, и так далее. Недавно я разбирал архивы, у меня более 5000 книг, значит, это очень любитель большой. 2000-2000, а за нашим авторским тоже же есть книг? Есть, есть, да, 5 книг. Значит, огромное число копий моих писем. Боже мой, на месте я кто-то занялся другими делами, и так далее. Куда только, оказывается, не писал. Можно, может быть, могут считаться ненормальным человеком, это тоже будет диагноз. Ну да, вы имеете право ставить себе диагноз, так как вы врач. Но вот вы, обычно врачи, люди такие вот, увлеченные своей специальностью, уходящие именно в свою работу. Общественной жизнью как-то меньше занимаются. Но вы не жалеете, что ушли в медицину, а не стали там политиком или деятелем каким-то общественным, или журналистом, в конце концов. Все-таки, знаете, врачевание – это такая стабильная, мощная профессия, когда можно быть самостоятельным, независимым. Ты зависишь от исхода болезни человека и от своего профессионализма. На днях, вот когда летел сейчас из Москвы сюда, на борту, там, на высоте 10 километров, там, говорит, есть ли врач? Я говорю, есть. Оказался, один я там. Вот. И там кому-то было плохо. Он оказал ему помощь. Это такая была радость, что я все-таки избрал эту профессию. А вот такие случаи часто бывают, что ваша помощь нужна? Да, бывали. Я однажды пришлось мне даже роды принимать на самолете. Именно в самолете, да. Да, да, да. И я в горах, в вершинах, там, где-то Чавану, там, пришлось оперировать даже. Такое было в случае. Роженицы рожали, знаешь, на глинаном полу. Вот полу, на полу. Такое бывало. То, что это врачи так. Ну, вы приезжаете в Дагестан, чтобы отдохнуть, но отдохнуть не получается. Нет, знаете, что я вообще посмотрел? Я вообще вот сидеть и что-то не делать, лежать на пляже, это не мое. Вот внутренне настроены на что-то. Если я что-то не делаю, что-то мне очень скучно, я почти как в депрессии. Без дел это вообще не по мне. А общательная работа, видимо, это, знаешь, какой настрой. Я не считаю это ни заслугой, ни недостатком. Ну, такой настрой человека. То есть, ему все нужно, ему все нужно. Как это говорит в арте. Хаджи и шалкулукал. То есть, это должности гаджи и иси. Ну, не все так думают. Да. Завтра в селении Нижнего Кварит Сумадинского района открытие первого в мире памятника «Осиротевшие хутора» из горного базальта с гравировкой на черном мраморе 119 имен разрушенных хуторов. Проект Магомеда Булхабировича воплотил научно-производственный центр «Сауна Квант». Ну, вот теперь вот ваша новая идея, ваше увлечение поставить памятник разрушенным хуторам. Это, я сам видел, рос в хуторе Асадхе. Сумадинский район. Сумадинский район Гаквари. Я помню. В Ахвари это там, где соль добывает? Там, где соль добывает? Нет, это Ихоквари, это ваше минеральное, да. А Гаквари это село, где много ученых было и так далее. И, смотрите, в этих хуторах я помню. И скот, и животные, и люди, и кони, и детство даже этим скакали. Скакали и так далее. Такая жизнь была. Люди женились, влюблялись, дрались. Все было в жизни, да. А вдруг потом, особенно после Хрущевской постановления укрупнения колхоза и так далее, насильно даже из этих хуторов люди гнали. И сейчас 144 хутора, вот Гаквари, Нижневерхний, вот это разрушение. Только в Цумадинском районе? В одном ауле. В одном ауле. В одном ауле, значит, это можете себе представить. И сейчас уже подготовлен памятник, уже установлен там разрушенные хутора, а сейчас готовят мраморные обелиски, где-то имена, как похоронные имена. Так стеллы были. Да, стеллы, две стеллы, там 150 сантиметров в длине. Значит, будет с именами на черном мраморе. И это к тому, что, смотрите, буряном обросли эти хутора, значит, поля уже тоже нету. Хотя, ведь, смотрите, я же бывал, работал в Турции, бывал в Греции, Италии. А горные местности отличные жизни, ничем не отличаются от города, наоборот, лучше. И почему бы там не строить, не провести электричество, дороги не провести, делать государственную программу должна быть по восстановлению. Почему бы там предприятия не создать? Люди есть, помещения можно сделать. И это дешево, маленькие предприятия сделают. А то безработицы опасно всех город звать. Опасно всех на равнину гнать. Но я уверена, что вы с главой администрации делились этим, говорили на эту тему. Что вам отвечает? Глава администрации района? Района. Района. Ну, то, что он может. Разводит руками, нету средств. Я отправил письмо главе республики, Васильеву, и его пригласил даже на это открытие. Но это его дело, приедет или не приедет. Но чтобы видеть. Смотрите, сегодня мы пришли к разрушению хуторов. Это так же равносильно, как разрушение деревян России. Раз. Завтра мы перейдем к разрушению... Жестего круга. Сел, да? Вот. И а к чему? Это, во-первых, разрушение уклада, нравственности, морали. И невозможно городе обустроить всех тоже. Вот. И есть люди, некоторые, которые... Городы, которые живут, строят, обустраивают свои дома в ауле. Например, смотрите, генеральный консул наш, который работает в Саудской Аравии, Альо Багаудин, ситуацию-то понимают. Ахнада, который был в Сибири, Шамиля, называли, я в прошлом году был у него, он отцовский дом реставрировал. Он счастливейший человек, счастливейший человек, который общается с королями, президентами. Да, он счастлив в этом доме. И очень важно, чтобы мы вернулись. И еще важно, смотрите, императоры Рима своих детей давали многолетние семьи на воспитание, да? Без всяких поблажек. Почему бы хотя бы летнее время городским жителям своих детей в ауле не давать? Там родственникам, знакомым, чтобы они трудились, пахали, дрались, что угодно там делали, росли, спартанцами мужались и так далее. Ну, из Гаджина вам, наверное, рассказывала, что у нас есть такой проект телевизионный «Возвращение». Там как раз вот группа девочек поехали и жили в селе в первобытных условиях. Слушайте, это... Нет, вот переходные знакомые, это замечательный проект. Смотрите, в мире есть проекты туризма, эко-туризма есть. Потом есть туризма, когда без мобильных телефонов, без всего вот... Без всего вот было, вот кизяк, вот это все, вот как... Да-да, потом, посмотрите, люди готовят платить. Значит, и они готовят доить корову. За это они будут платить. Они готовят сеять, косить. Значит, они готовят за это платить. Значит, то есть вот такое... Можно на этом зарабатывать. И зарабатывать можно. И у меня были телевизионные группы из Японии. Они говорили, зачем вам это все промышленность и прочее. Постройте несколько суперсовременных мини-гостиницей, и приедут богатейшие люди дышать этим воздухом и так далее, это наслаждаться. То есть совершенно горы выброшены. А то... Ну, уже вот делаются гостевые дома, вот привлекают как-то вот наши туристы. Не знаю, что... Михаил Кожуха участвует в этом тоже. Ну, слава богу, это надо... Надо подобрать их. И, конечно, много шума. Год горы... А что сделано? Год горы. От руководства, конечно, ничего такого не добились, но просто вот люди... Нет, это мало что. Энтузиасты такие, как вы, они вот что-то пытаются делать. Кожуха, я с ним свяжусь вообще. Молодец. Надо его на государственной коллеге Дагестана выть. Он уже несколько раз приезжал, журналистов привозил сюда. Нет, посмотрите, его надо на государственную периму Дагестан выдвинуть. Да. У нас должен быть клуб друзей Дагестана вообще. Должен быть абсолютное удостоверение кунаки Дагестана. Ну, интересная идея. Это мне нас, скажите. Кунаки есть у них тоже такой проект. Абсолютное удостоверение. Кунак Дагестана. Вот китайцы... Китайцы почему такой рост? Китайцы сказали, где бенежил китайец, он гражданин Китая. Да. Все, у него нет... Он приезжает, делает, созидает, но ты полноправный гражданин Китая. Ну, Дагестанцы тоже по всему миру рассыпались сейчас. А приезжают... Не у всех же есть где отцовский дом. Вот ваш отцовский дом. Селия, вы как-то восстанавливаете? Сохранилось что-то? Смотрите, я отцовский хутор. К сожалению, невозможно установить, потому что нет дороги туда. Без этого невозможно. А отцовский саклю я отдал дверянному брату. Ну, живу там, да? Бесплатно, потому что он в этом доме жил. А материнскую саклю я восстановил, и мне помогли. А мам тоже из этого же села? Да, из этого же села. Смотрите, вот это фантастическое место. На краю утеса, внизу речка. Прямо над обрывом, да? Да, почти над обрывом, да. И утром просыпаешься орлы, вечером вот эта песня реки. И нигде я не могу спать так хорошо, как тут. Так вы когда приезжаете в Дагестан, едете сразу? Да, конечно, конечно. Фантастическое зрелище, фантастическое место вообще. Так что я приглашаю туда. Туда тоже вот иностранных туристов пригласить? Да, да, да. Было время, ты была молодой. Каждый дом твой полон был и тварой. Улыбались окна домов, Из печей шел дурман пирогов. Деревенника моя старая, Поклонюсь я тебе до земли. Ты просишь, что тебя мы оставили, И корнями в тебя не вросли. Покинутых сел по Дагестану не сосчитать. По инициативе Дагестанского историко-географического общества был снят документальный фильм «Заброшенные села Дагестана», презентация которого прошла в 2017 году. Эта тема давно волнует эколога, руководителя фонда Лизгина Мирзабека Алимова, который тоже работает над кинопроектом о заброшенных селах. Поэты не устают слагать оды о родных горах и парящих над ними высоко в небе орлах. Но вот беда, орлы остаются, а люди продолжают покидать отчие места, пишет он. Это боль дагестанцев. Живут ли они в самой республике или далеко от нее в больших городах? С Магомедом Абдулхабировичем мы прощаемся до четверга. До встречи на частоте FM 103 в 11.45, а завтра в 10 часов открытие памятника в селе Нижний Гокворец у Магинского района. Всем гостям и рады, каждый в дом зовем, Вешним майским садом мой аул цветет. Мой аул, аул, мой милая земля, Как тебя люблю я, родина моя. Эй, милая земля, как тебя люблю я, родина моя. Эй, милая земля, как тебя люблю я, родина моя. Эй, милая земля, как тебя люблю я, родина моя.